Здравствуйте, меня зовут Александр Кашапов, и сегодня мы поговорим о тщетности борьбы с интернет-пиратством или о продуктивности этой борьбы. У нас в гостях гендиректор юридической компании, ваш правовой помощник Наталья Калина, председатель интернет-партии Кирилл Федоров. Здравствуйте. Также мы ожидаем ваши звонки по телефону 65 10 99 и 6, код города 8495, а последние цифры 99 и 6 – это частота радиостанции Финам-ФМ. Так, кстати, можете написать на сайт финам.фм, да, есть такие домены, на страничку программы, задать свои вопросы, рассказать о своем случае, прецеденте, если хотите, и мы все это обсудим. Поводом к организации этой программы стало то, что в Думе предлагают создать очередное госагентство по надзору в сфере авторских прав. Об этом мы скажем чуть позже, во второй половине нашей программы. Мы, скажем так, общие законодательные акты, мы рассмотрим во второй части нашей программы. Сейчас мы первую часть нашей программы посвятим розничным моментам, как, например, вот я выступаю за интернет-партию, то есть я выступаю за свободный доступ в интернете без ограничений, потому что я не вижу проблем заплатить мне в кино или бесплатно скачать, послушать в интернете. Я действительно считаю, что интернет не снижает прибыль киностудий, не снижает прибыль артистов, которые поют. Доказательством этого являются постоянно дорожающие билеты в кинотеатрах. Их повышают, потому что спрос не падает. Но даже если фильм не идет в прокате, его лицензионные копии продолжают именно покупать, а не скачивать из интернета. Например, фильм «Аватар» по миру собрал уже... Сколько бы вы думали? Наталья, сколько бы вы думали? «Аватар» вот сколько собрал? Я думаю, такая сумма, что я даже представить себе сложно. Вот я тоже не думал, хотя я за кино очень тщательно слежу. Почти 3 миллиарда долларов за 4 года. С 9-го года, он в конце 9-го года вышел фильм «Аватар». Бюджет 237 миллионов, уже собрал по миру почти 3 миллиарда долларов. 2 миллиарда 800 миллионов. И сборы от фильма продолжают расти. То есть про Катю он давно уже перестал ходить по всему миру, даже в таких далеких странах. Люди продолжают покупать DVD-диски, причем уж фильм посмотрели, но покупают их для того, чтобы сохранить себя. Этот фильм — это классическое произведение, на века, первое в своем роде, или лучшее в своем роде, скажем так, потому что 3D давно уже было. Люди покупают диски, несмотря на то, что диск DVD как носитель уже, в принципе, перестал быть актуальным. Это флешки, это телефоны, это облако, это онлайн. Здравствуйте. И то же самое с музыкой. Вот к нам присоединяется, я так понимаю, Игорь Борисович Санглер. Да, здравствуйте. Одевайте, пожалуйста, наши гаджеты. Опять гаджеты. Да, ну устройство, хорошо. Вы не любите это слово? Мы будем использовать тогда, мы будем называть это прямо, микрофонами, наушниками, либо устройствами. Итак, к нам присоединяется Игорь Санглер. Игорь Борисович Санглер — это владелец продюсерского центра и студии звукозаписи CI Records. Правильно? Ну, да. Вот вы как раз подошли насчет музыки, и я вот хотел добавить в связи с этим, что несмотря на возможность кучи сайтов скачать композицию, если композиция легендарная, вечная, уникальная, люди заходят либо на официальные сайты исполнителей, ну и скачивают там рингтоны или всю песню целиком. Но чаще всего люди платят рублем на концертах. Если я владелец рекламного агентства, я плачу артисту за использование его в музыке, в рекламе своего чуда творожка. Если я владелец, опять же, киностудии, в использовании этого фильма я плачу, естественно, вам за то, что вот вы такой уникальный человек, вы такая группа Who написали песню Behind Blue Eyes, к примеру. То есть интернет тоже не мешает вам зарабатывать, как представителям звуковой индустрии. Интернет не мешает зарабатывать киностудиям, сборы, аватар даже, верхушка айсберга. Люди все равно идут на фильмы. Тем более, перед выходом, точнее, между выходом фильма в интернет свободный доступ в хорошем качестве. Мы не берем извращенцев, которые качают экранки, не берем глупцов, которые качают обрывки, или там какие-то... В Корее прошел фильм, они с этими субтитрами скачивают и пытаются разглядеть, понять, о чем этот фильм. Это, я считаю, надругательство над своим эстетическим, прежде всего. Люди... То есть вышел фильм в прокат, примерно прошло три месяца, и только тогда он в хорошем качестве попадает в интернете. Люди, которые скачивают фильмы, например, как я, не побоюсь этого слова, я все равно иду в кинотеатр, когда вот вышел фильм, к примеру, «Росомаха», заплатил бешеные деньги, 550 рублей, в полуразрушенном кинотеатре «Энтузиаст». Ну, я туда пошел. Почему? Потому что, несмотря на абсолютно неподготовленную инфраструктуру возле этого кинотеатра, плохую дорогу, отсутствие парковок и так далее, внутри звук соответствует всем стандартам, ощущение прекрасного, широкого, большого соответствует. Плюс то, что это вышло сейчас, а в интернете появится через три, а то и полгода, я за это готов платить. Мне это так и быть не жалко. Плюс я люблю, скажем так, Хью Джекмана, моя там девушка любит его потрясающие формы, плюс это хорошая франшиза, плюс там режиссер авторитетный, то есть здесь это долгосрочная такая инвестиция. Люди, актеры, режиссеры, продюсеры, постановщики современной формы, они уже создали себе такой авторитет, что когда они выпускают ту или иную продукцию, в частности фильм, они уже закрадывают в нас, потребителях, вот это вот ощущение того, что фильм будет качественным, и люди, не рискуя, по трейлеру уже ничего не понятно, всего какие-то две минуты, люди, не рискуя быть разочарованными, идут туда. Почему нам нужен интернет в свободном доступе? Потому что вот если фильм какой-то странный, режиссер неизвестный, актер неизвестный, мы просмотрели, узнали о нем что-то новое, узнали его портфолио актеров, режиссеров, постановщиков, узнали его манеры съемок там и так далее, и потом, когда вот он уже набил себе руку, создал авторитет, он уже выходит в широкий прокат, мы идем и платим рублем, голосуем рублем. Поэтому интернет здесь в данном случае нам только помогает зарабатывать киностудием. То же самое с музыкой. Узнали мы какого-то исполнителя, скачали бесплатно, или услышали через облако бесплатно, мы идем потом его на концерт. Благодаря интернету, благодаря пока еще отсутствию границ в интернете, мы можем узнавать, чтобы помогать же вам, представителям, защитникам авторского права, помогать зарабатывать и защищать. Исполнителей, производителей, продюсеров, кинопроизводителей. Вот такое вот долгое вступление. И получается, что мы разделились два человека за свободный интернет, два человека за ограничения в интернете. Давайте попробуем хотя бы с двух сторон сейчас посмотреть на ситуацию. Естественно, поэтому такое было долгое вступление, чтобы понять нашу позицию. Да, ну во-первых, мне нужно забывать, что интернет это часть нашей жизни, как любая другая сфера общения. И все равно не очень понятно, почему мы должны именно в этой сфере нашей жизни делать такие ограничения. Законы действуют у нас во всех других сферах. Все-таки, почему именно здесь мы должны забывать про права правообладателей, про права авторов и почему-то открывать абсолютно свободный доступ. Кстати, в таком случае ни о каком равноправии говорить уже не приходится. Мы пытаемся говорить о равноправии, о доступе каждого к произведениям чего-то, но мы забываем в таком случае о правах самих правообладателей и авторов. Это во-первых, а во-вторых, ну да, конечно, можно посмотреть, скачать в интернете, а потом пойти в кинотеатр или на концерт. Но можно туда не идти. И большинство, ну я не побоюсь этого слова, действительно большинство пользователей интернета не пойдут. Та же самая молодежь очень часто ограничивается скачиванием музыки, скачиванием фильмов, просмотром. И, ну, собственно, забывают на этом или ждут следующего фильма и снова его скачивают через интернет. Не идут в кинотеатр и не платят за билет. Ну, тогда это просто должно подстегнуть исполнителей, производителей того или иного медиапродукта, который укладывается на рынок, делать более качественные вещи, чтобы вот эти моменты им не мешали. У нас небольшой перерыв на рекламу. Я напомню, что наши гости это Игорь Борисович Сандлер, владелец продюсерского центра и студии звукозаписи CI Records, Наталья Калина, гендиректор юркомпании «Ваш правовой помощник», и Кирилл Федоров, председатель интернет-партии. Через несколько секунд вернемся. Здравствуйте, продолжаем нашу программу. И у нас на связи уже есть Илья. Илья, добрый день. Алло, добрый день. Мы хотели бы услышать ваш случай, ваши события. Ну, не могу сказать, что я заядлый киноман или меломан, то есть, что я там гоняюсь за какой-то определенной музыкой и так далее. Ну, как бы я считаю себя среднестатическим таким пользователем интернета, в том числе и по скачиванию различного контента. И я могу сказать, что если контент станет платным, я просто перестану его скачивать. Ага. Потому что для того, как вы правильно сказали, для того, чтобы понять, какие формы у Hugh Jack's, Jack's Luna и вообще кто это, да, я должен сначала хочу посмотреть, следующее, чем идти в кино и отдавать там 500-700 тысяч рублей за билет, значит, смотреть, что это. Если меня это заинтересует, я с удовольствием пойду в кино. Я хочу послушать пару альбомов какого-то исполнителя, прежде чем, допустим, идти и покупать лицензионный диск с прекрасным качеством. Да, я знаю, качество будет не очень. Но я сознательно не знаю, я просто нужно посмотреть, что это. И если меня как тестер, знаете, как топик, если устроит мне вопрос, я с удовольствием заплачу. Да, Илья, я сейчас вот ваше настроение передам нашему гостю. Вам большое спасибо. Кстати, уважаемые радиослушатели, Илья использовал телефон 65 10 99 6. Звоните, если и вам есть что сказать. Ну, а настроение ли мы передаем нашему гостю, это владелец продюсерского центра и студии звукозаписи CI Records, Игорю Сандлеру. Игорь Борисович, человек негодуя. Не, на самом деле я и не против Ильи, и абсолютно правильно. Ну, действительно, чтобы заплатить деньги, желательно попробовать что-то, да. Даже раньше, если вы помните, да и сейчас на базар, когда мы приходим, да, мы видим там помидорчики, огурчики, ягодки. Можно попробовать или семечки? Да, попробовал, нравится, купил. Вот здесь абсолютно та же история. И, в общем-то, я не против. Но начнем с того, что, как показывает практика, люди вообще не хотят платить за музыку и не понимают, для чего это нужно делать. Разбаловали. В начале нулевых вот этим тотальным доступом вы считаете, что разбаловали? И, ну, не все, конечно, но в большинстве своем. И тут весьма вопрос неоднозначный. Мы-то понимаем, что платить за музыку нужно, иначе новой музыки просто не будет. Действительно, люди зарабатывают на этом, это же все понятно. Но вопрос в том, сколько платить. Как показывает история американского шоу-бизнеса, например, рэперы в тучные годы свои легко зарабатывали не только на записи нового альбома, а на роскошную жизнь, на золотые хамеры. Все мы это видели по телевизору неоднократно, на виллы и на прочее. Поэтому вопрос, сколько платить, всегда оставался открытым. Легальные диски, конечно, всегда стоили весьма дорого, это понятно. Что, в свою очередь, в общем-то, и стимулировало пиратство. Да, одно из причин. Потом, когда легальные стали по цене опускаться до цене пиратского, то вот в какой-то степени пиратство было побеждено вот на этом фланге. Ну, вот интернет, конечно, все полностью абсолютно изменил, и буквально за несколько лет рухнули громадные менеджеры, громадные корпорации, которые миллиардами воротили шоу-бизнес. Ну, опять же, мне кажется, не интернет, а способ носителя, удобность. Вот это как флешка сюда, понимаете, зачем мне диск туда вставлять? Конечно, ну и началось, конечно же, все с тотального воровства, все верно, и музыкой свободно обменивали, скачивали бесплатно там и так далее. Но вскоре и на бесплатной музыке в сети тоже решили зарабатывать, и бесплатные ресурсы с музыкой превратились уже в помойку, забитую второсортной, если не третьесортной рекламой. И чтобы найти нужный трек, который тебе интересен, приходилось продираться, в общем-то, через кучу порнухи, ипотеки, рекламы, мусора, что, естественно, всегда напрягало нормальных людей. Ну, и, естественно, ситуацию кардинально изменил, конечно же, Стив Джобс. Предложил в 2003 году свою версию онлайн-магазина для продажи музыки iTunes Store. И его идея была очень простой. Если песня будет стоить копейки, ее будет проще купить. Ну, там еще и речь идет о продуктах. Нельзя вот на iPod эти плееры просто так скачать с интернета. Там очень тяжело с гаджетами, как мы говорим это слово. Гаджетами, да, любимое слово, да. Они придумали кучу всяких блокировок. Вот у меня китайский планшет, а вот iPad Apple-овский тяжело подключить к этому компьютеру, который не имеет отношения, скажем, к продукции фирмы Apple. У него еще тут блокиратор. Людям тяжело подключить его, поэтому они... А, бог с ним, копеечку отдам. Или там 10 центов отдам. Ладно, Miminem новый трек выпустил, ладно, отдам 50 центов. Потому что его очень сильно ждут, и он пока еще в топах. Соответственно, может диктовать сцену. Ну, на самом деле, Стив Джобс, он предложил абсолютно реальную цифру, да, ну, 99 центов, но меньше доллара. Если это тебе нравится, если тебе в кайф послушать эту музыку, ну, заплати, это не такие большие деньги, безусловно. И индустрия звукозаписи поначалу, естественно, восприняла эту идею в штыки. Вся индустрия. И только личная харизма и вера Джобса, в общем-то, в свою правоту помогли убедить крупнейший лейбл один за другим. А потом уже, конечно, и мелкие подтянулись сами по себе. Ну, а в нашей стране iTunes заработал далеко не сразу, и только в прошлом году. Ну, Apple здесь большую ошибку. Они не рассматривали Россию как рынок, к сожалению. Конечно. Это провал Стива Джобса. У него не все были шаги идеальными. Ну, не, на самом деле все в порядке, просто невозможно объять необъятное. Сначала он объял свое, а потом начал щупальца свои по шарику распускать. В результате первые, вторые, третьи айфона, если уже не сказать четвертые, серые все в России. Потому что Apple не рассматривал Россию как рынок и не вез при эти лицензионные вещи. Но всему свое время пришло время собирать плоды. И сейчас, конечно, все это уже и в Россию пришло. И, в общем-то, ну, с одной стороны, понятно, по большому счету, у меломанов не было раньше выбора. Покупать CD это дорого, там до 600 рублей доходит фирменный диск. Но я с вами согласен, абсолютно верно, что прежде чем купить, надо послушать, а потом уже купить. Так же, как и кино. Тут второго мне не быть-то не может. И, в общем-то, ну, сейчас все-таки давайте поймем, что диск стоит в среднем 130-150 рублей. Лицензионный. Ну, конечно. Ну, неужели это так много? Неужели так много для любимого артиста заплатить, скачать? И единственное, надо, конечно, понять, что, конечно, многих интересует, чтобы деньги доходили до автора все-таки. Они, опять же, посредникам, хозяевам, там, сайтов и так далее. Вот с iTunes все в порядке, они соблюдают этот путь. И у нас, кстати, есть Владимир на связи, если не возражаете, гости. Все заводится, да. Владимир, вам слово. Здравствуйте, господа. Я дипломированный радиоинженер. Здравствуйте, Владимир. Вот, и хочу вам сказать следующее. Значит, давайте возьмем два диска. Один старый, виниловый, и возьмем вот этот вот цифровой диск, лазерный. Знаете, в чем разница между ними? Знаем. Вы не поверите. А в чем? Ну, в душе, наверное. Винил с шипом своей пластинки несет какую-то душевность. Нет, давайте, так сказать, сентенции о стороне, давайте посмотрим по технике. Значит, это и так. Виниловый диск вы записываете на нем с помощью иголочки, там, действительно, музыку, голос и так далее. Значит, то есть один к одному. В лазерном диске вы не записываете никакого голоса. Вы записываете только то, то есть набор команд, которые передаются потом через лазерный диск на ваш компьютер. А ваш компьютер далее сам моделирует из этого дела музыку или речь, или там что там, или видео. И? Вот, если вы вспомните, значит, мы в Америке-то не жили раньше, да? Но в Америке раньше были такие цифровые автоматы, которые кидали центы, значит, там, приходили в бар выпить, закусить. Да, и, да, есть такие в фильмах до сих пор. Да, 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 вот. В Америке мы не жили, но одобряем. Ну да, я тут не жил, я поэтому вот вспомнил как раз. Значит, я это расскажу вот к чему. К тому, что, значит, вот когда мы покупаем лазерный диск, мы не покупаем никакого произведения автора никакого. Мы покупаем произведения программиста. Вот в чем дело. А программисту здесь никто никому ничего не платит. Понятно. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ваша позиция ясна. Дело в том, что сейчас-то уже и диск как таковой уже перестает быть актуальным. Актуальным. Ну, кстати, на самом деле, наоборот, сейчас большая волна. Я вам хочу сказать, ну, в Англии, в Америке и в Финляндии вообще бум на виниловые диски. Нет, виниловые, да, но опять же, для чего? Вот, может быть, я Владимиру показал, что я пошутил. Я на самом деле вот не шутил, когда говорил, что вот некая душевность в этом состоится. И покупают, несмотря на обилие возможности послушать в интернете, покупают как вот подарок, как что-то живое. Ну, действительно, во-первых, смотрите, нас же тянет на природу, правильно? В лес, грибы пособирать, рыбку половить. Почему? Потому что понятно, что это натуральное, это та среда, откуда вообще человек появился, природа. Сейчас, правильно, мы урбанизированы, мы находимся в асфальте, в бетоне, и нас тянет в природу. Точно так же и пластинки, абсолютно правильно сказал наш Владимир, что сейчас более цифровая запись, она выхолощена, все шумы убраны, и идет идеальный такой звук. Идеально высокие, идеально низкие, но реально пластинка безусловно звучала, как раньше винили. У меня громадная коллекция винила, с тех пор я до сих пор их собираю, и действительно, я пробовал дома, ставил виниловый диск и CD. Ну, другая музыка звучит, на самом деле другая, и это ощущается кишками, как говорится, мы чувствуем, что это родной. Точно так же, как русская печка, мы привыкли к электричеству, а русская печь, она дает то настоящее тепло, которое ощущает, мы кишками чуем. И я к тому, возвращаясь к теме нашей программы, что интернет-то здесь не помеха. Интернет не помеха в продажах дисков, в покупке дисков. Интернет помеха в одном, то, что авторы не получают денег, порой, порой получают, да, но часто нет. И об этом мы попробуем поговорить и попробуем даже решить, не побоюсь этого слова, во второй части программы. Вы же нам звоните, уважаемый радиослушатель, по телефону 65 10 99 6. Пишите нам на страничку на нашем сайте finam.fm. Мы продолжаем нашу программу, посвященную интернет-пиратству и вообще интернету и авторским правам. У нас в гостях Наталья Калина, это гендиректор юридической компании «Ваш правовой помощник», председатель интернет-партии Кирилл Федоров и владелец продюсерского центра и студии звукозаписи CI Records Игорь Сандлер. Меня зовут Александр Кошапов, я на стороне доступа в интернет без ограничений, и я не считаю, что широкий доступ в интернет убивает прибыль и мешает повышать киностудиям и кинотеатрам цены на билеты, а также мешает собирать гонорары нашим исполнителям. Хотите собирать гонорары, хотите повышать билеты, делайте качественный продукт, пишите хорошие песни и снимайте хорошие фильмы. Люди не будут слушать и смотреть вас в интернете, люди пойдут на ваш концерт, пойдут в кино. У нас на связи Ольга. Ольга, здравствуйте. Добрый день, огромное спасибо за передачу. У меня немножко такой технический вопрос к гостю. У меня миллион пластинок от родителей, и чемоданчиком такой, как он называется, патефон. Он не играет, где можно его продиагностировать, а может поликолку купить. Подскажите адрес, я хочу его восстановить. Игорь Борисович, есть сервис-центры для патефона? На самом деле надо пойти банально на горбушку, там все, что хотите есть, и там и рекомендации вам дадут. И в интернете, в том же самом интернете, вы найдете и ремонтные базы, и новые купить можно, и иголки. Интернет мы же не ругаем сейчас, а наоборот пытаемся найти какие-то точки соприкосновения положительные в интернете. Так что вот именно туда и обращайтесь, в интернет. А вас поздравляю с большой коллекцией винила. Мне аж самому захотелось это... Пошипеть, пошипеть. А потом приходит, как вы сказали, рэпер на «Хаммере» и начинает делать у него скрэч. Кирилл, я понимаю, что на самом-то деле не проблема в киностудиях и в исполнителях, Наталья. Не проблема в том, что они не получают эти деньги. А проблема-то может быть еще глубже. Почему нужны властям, имущим механизмы для посредством или под предлогом борьбы с пиратством вот эти рычаги управления интернетом? Ну, во-первых, ряд обстоятельств есть, на которые стоит обратить внимание. Не первый раз уже власть пытается осуществить нападки на сеть, ограничить ее под различными предлогами, такими как борьба с противоправными явлениями в сети, с пиратством, с защитой детей от вредной информации и так далее. Но на самом деле, если посмотреть и проанализировать ситуацию более глубоко, то становится понятно, что власть просто ищет поводы ограничить сеть до максимума, и чтобы полностью взять под контроль интернет в ближайшие годы. Потому что интернет стал сильнейшей альтернативой средствам массовой информации. И в интернет переходят телевидение, радио, блоги, соцсети и так далее, которые несут за собой мощнейшую смысловую нагрузку. И в политике это является сейчас, можно сказать, базовым элементом. Потому что Алексей Навальный, который занял второе место на выборах мэра Москвы, без интернета не представлял бы из себя того, кого он сейчас из себя представляет. Именно поэтому в регионах о нем мало кто знает? Именно поэтому... Нет, о нем знают в регионах, поменьше, чем в Москве. Тоже, опять же, определенное заблуждение, что мало кто знает. Знают. Но если бы не было интернета, не было бы вот такого явления. И власть это начала понимать и пытается всеми возможными способами ограничить сеть. Под любыми предлогами, по борьбе, допустим, с нелегальным контентом. Вот сейчас проблемы обсуждают. Закон приняли 1 августа, который заработал. Но он внес только сумятицу и смуту в общество. И общество не поддерживает в целом его, этот законопроект. Потому что он не представляет то, о чем декларируют. То есть это предлог. И все это прекрасно понимают. Народ не обманешь. Можно обмануть персонально кого-то, а вот народ обмануть практически невозможно. То есть мы понимаем, что это четкие меры по ограничению сети. Мы выступаем категорически против этого. В любом случае. Потому что интернет, я подчеркиваю, это двигатель прогресса, как бы это ни банально звучало. Ну, соответственно, извините, авторское право, на мой взгляд, простите, Наталья, но это момент, который может остановить все творчество. Если я буду задумываться, как диджей, отчислить кому-то за использование этой мелодии и найти этого правообладателя. А я миксую, например, как диджей, песню из нескольких треков. В сорок дорожек у меня, может быть, доходить. И я буду задумываться о том, как, кому, сколько отчислить. У меня на творчество не останется времени. Или, если мне запретят использовать этот кусочек мелодии, у меня композиции не получится. Ну, значит, нам нужно будет искать другие способы выражения своего внутреннего мира. И как это творчество свое строить на других началах. Ну, что же делать? Получается, мы диктуем свою такую абсолютную волю авторам. Получается, они создают какой-то труд, создают какое-то произведение. А мы уже говорим, будем мы это использовать именно таким образом. Или мы не будем это использовать именно таким образом. Человек, который это создал, который приложил много усилий, он получается в позиции такого раба. Он только должен принимать то, что ему предлагают, и никак иначе. А это выглядит немножко странным все-таки. Да, Кирилл. Позвольте еще момент важный сказать, что принят антипиратский закон, да, и в Госдуме, в Совете Федерации ссылаются вот в Европе. Этот закон работает, его приняли, мы тоже должны подключаться. Там арестовывают даже людей, в ФБР, захват. В Европе нет ФБР, да. Ну, там, допустим, местные органы правоохранительные. Мы не об этом сейчас говорим. Говорим о том, что наша власть сравнивает Германию с Россией, да, те же Соединенные Штаты с Россией. И принимает данный законопроект, принуждая всех покупать лицензированную продукцию, да, там, по достаточно высоким ценам. Хотя вот были приведены там CD-диски, да, которые там по разумным деньгам. Надо учитывать тот факт, что экономическое развитие страны, да, в регионах, мы сейчас сидим в Москве, это одна история. Но есть же страна громадная, да, там, 10 тысяч километров в одну, в другую сторону. И там люди живут совсем по другим принципам и совсем другими доходами. А мы их заставляем, да, то есть закон распространяется не на территорию Москвы, а на территорию Российской Федерации. И мы заставляем этих людей, по факту, имея такой закон, да, приобретать лицензионную продукцию за достаточно серьезные деньги по региональным меркам, да, где зарплата там 5, 10, 15 тысяч по сей день есть. Это факт. Потолок. Да, да. То есть, или говорим, вы не занимаетесь культурой, да, не обогащаете свой внутренний мир. Или платите такие деньги, да, то есть, или вы тогда отказываетесь от ЖКХ, который растет постоянно, да, от инфляции и так далее. То есть, отказываетесь от питания и так далее. Ну, вот слушайте музыку, читайте книги, да, ну, там, за 500 рублей за единицу. Ну, то есть, это, конечно же, достаточно утопично звучит. И поэтому такой мощный общественный резонанс вызван, да, и народ действительно в целом в основе своей против. Тем не менее, тем не менее, вот в Госдуму внесли предложение создать очередное государственное агентство по надзору в сфере авторских, смежных и интеллектуальных прав. Ну, тут вопрос, наверное, ко всем, если хотите, уважаемые гости, подхватите. Я так понимаю, это уже не первое агентство? Не первое агентство, не последнее. Знаете, если создавать все заново, очередной выброс денег непонятно во что. Когда это будет создано, с каким механизмом, какими функциями, как это будет работать. Если у нас уже что-то есть, почему бы не попытаться наладить работу с имеющимся, да, каким-то органом, с тем же Роскомнадзором, как пример. Зачем создавать что-то новое и тратить на это безумные деньги, безумное время, безусловно, и оперять же деньги на те, кто платит налоги. И, кстати, я хотела немножко добавить к речи Кирилла. Да, действительно, Москва — это у нас государство в государстве, а в регионах люди живут в большинстве своем по-другому. Но, получается, мы за счет авторов, правовладателей пытаемся наладить жизнь людей, которые живут там. А почему нет? А почему за счет их? Почему не за счет социальных мер, поддержки государства, развития экономики и так далее? Почему за счет авторов? Авторы и так трудятся. Я сейчас объясню, может быть, даже Игорь Борисович меня в этом поддержит. Здесь уже речь идет о культурном обогащении. Когда человек культурно обогащен, у него есть возможность культурно развиваться, минимум помех, то он, естественно, уже и думает о том, чтобы не только об материальных вещах, он думает и о высших материях, не побоюсь этого слова. Соответственно, это просто создается, и мы помогаем такое качественное население воспитать, создать, которые уже в свою очередь будут думать о социальных мерах поддержки, о грамотном распределении лоэльти, роялти и всевозможных отчислений авторским правам. То есть, обогащая культурно, мы обогащаем умственно, обогащая умственно, мы обогащаем практически по различным сферам. Позвольте заметить, я считаю, что на данный момент менталитет нашего гражданина, он не сформирован к таким законопроектам и законам. И говорить о том, ну просто менталитет не сформирован. И, конечно же, вы правильно сказали, что в будущем поколении, может быть, через 10-15, ну вообще поколение 25 лет, что-то в этом периоде, возникнет такая ситуация. Но сейчас мы не готовы в этой форме принять закон. Рановато. Рановато всей компьютеры сносить устаревший Windows, точнее не устаревший, а не лицензионный Windows. Рано ехать на Камчатскую область, заходить в школу, компьютерный класс, где вот там вот только вот недавно интернет провели, в прошлом году, сносить все компьютеры с нелицензионным Windows и ставить лицензионный. Люди еще с таким-то обычным. Слушайте, ну вот интересно, вот нашего менталитета сейчас хватает на то, чтобы культурно обогащаться, как вы говорите. Хватает на то, чтобы все-таки пользоваться компьютером, пользоваться программой. От количества, качества. Ну так можно все-таки переходить, а не образно ставить какие-то цели. Переходить активными действиями. Игорь Борисович, помогите мне. На самом деле, действительно, я так думаю, технический прогресс, он сделал слишком большой рывок вперед, а ментально, правильно, абсолютно, мы просто отстали. И техника улетела так далеко, мы можем, да, вот если в будущем наверняка наше сознание подрастет, и мы уже захотим заплатить там эти несчастные 130-150 рублей за альбом. Ну действительно, это не деньги даже для тех, кто получает 5000 рублей на периферии. Ну согласитесь, за колбасы килограмм он же платит 200 рублей или 150 рублей. За килограмм колбасы всего. А любимый альбом любимого артиста купил, ты его месяц-два будешь слушать. Может и больше. Переходим с телесной пищи на духовную пищу. Ну так оно и есть. На самом деле, духовная намного выше телесной, поэтому... А можно добавить, нам же не нужно забывать, что многие авторы выкладывают свободный доступ в свои произведения. Пожалуйста, слушайте, пробуйте, читайте, послушайте, идите дальше покупайте. Кто хочет, тот выкладывает, а кто не хочет, не выкладывает. Фёкла Толстая, родственница известного легендарного писателя, написала, что Лев Николаевич Толстой завещал все свои произведения народу, отказавшись от авторских прав. Кстати, ещё при жизни он от гонораров на каком-то этапе своего творческого и духовного пути отказался от денег с издательностью. Это как раз говорит о том, что абсолютно верно, кто хочет выкладывать, и на самом деле ничего в этом плохого нет. Но, если ты хочешь качество, повторяй, заплати две копеечки, и автору будет приятно. Вот хотел подчеркнуть, что, безусловно, авторское право надо соблюдать. Но дело в том, что не надо трогать интернет сейчас. Он, по сути, в России находится на таком развивающемся тренде. То есть его надо поддерживать, потому что это в будущем будет двигатель экономики, двигатель культуры, двигатель вообще развития нации, развития государства. То есть сейчас тот механизм, который мы имеем, его надо только поддерживать. А мы, наоборот, пытаемся ввести через Госдуму ограничение доступа к Wi-Fi. Безусловно, это проблема. То есть какими-то кодами и так далее. То есть запрещенной информацией, ограничение сайтов и так далее. Сейчас вот авторское право пошло. То есть не надо трогать, дайте системе развиваться какой-то этап. Когда она будет уже развитая, тогда можно заняться регулированием ее. Но сейчас ее трогать ни в коем случае нельзя. Совсем не трогать? Ну, в любом случае, какой-то контроль нужен, но это нужно разумно. Все-таки какой-то контроль. В любом случае. Ну, речь идет, наверное, об экстремистских вещах, Такие вещи, которые действительно за пределами уже, как говорится, морально находятся. У нас остается еще четверть программы. Через новости мы продолжим обсуждение этой важной животрепещущей темы. Напомню, что телефон нашей студии 65 10 99 6, код города Москвы 495. Можете писать на сайт finam.fm. И напомню, наши гости. Это Игорь Борисович Сандлер, владелец продюсерского центра и студии звукозаписи CI Records. Наталья Калина, гендиректор юркомпании, ваш правовый помощник. И Кирилл Федоров, председатель интернет-партии. Телефон 65 10 99 6, код города 8495. И адрес нашего портала finam.fm. Мы продолжаем обсуждать авторское право, интернет, о том, как они друг другу мешают или как друг другу не мешают. В связи с тем, что законы периодически ужесточаются, создаются все более новые агентства по соблюдению законов авторского права. Кстати, вот Мосгорсуд отчитался, что за полтора месяца действия антипиратского закона поступило уже 56 материалов. По 39 заявлениям уже приняты так называемые обеспечительные меры. Речь идет о закрытии. И, кстати же, Мосгорсуд одновременно с этим запросил в бюджете 100 миллионов рублей на защиту своего сайта от многочисленных хакерских атак, которые начались из всех стран. Из Великобритании, из Италии, по-моему, из Германии. То есть отовсюду идут атаки. Вот мы говорим о том, что раздувается бюджет за счет того, что спорный законопроект провели. Потом все одумали, что действительно он спорный. Даже президент Путин сказал о том, что готов вникнуть в законопроект, потому что серьезный общественный резонанс, который, кстати, набрал 100 тысяч подписей, о том, чтобы его пересмотрели. И, скорее всего, если депутаты будут благоразумны, они его пересмотрят. Потому что, ну, действительно, он пока не вовремя принят. Не вовремя. И мы говорим о том, что сейчас агентство создаются по контролю. Это бюджет. Это деньги налогоплательщиков. Наши с вами. Да, наши с вами, которые уходят. Наталья, мы не платим исполнителям, Наталья. Да. А платим правительству. Считаю, что единственное новое какое-то агентство или комитет надо создать, так это по информационной безопасности России, который... Информационная безопасность в России сейчас находится на крайне плачевном уровне. Потому что это как национальный вопрос, да, то есть именно в масштабах страны, так и внешнего, да, внешнего направления проблемы. Потому что все данные интернет-пользователей читаются и все взламываются. То есть более 70% интернет-пользователей подверглись хоть раз утечке своих данных. Это вот серьезная уже проблема. То есть это угрожает уже безопасности каждого. А мы создаем по агентству, по праву авторскому. Агентство по надзору в сфере авторских смежных интеллектуальных прав. А вы знаете, кстати, кто автор вот этой инициативы? Митрофанов. Азвучте. Это фамилия. Это Алексей Митрофанов, бывший депутат от ЛДП Расправедливой России. А вы помните Игоря Борисовича, чем он известен? Ну, он многим вообще сейчас известен, да. Ну, в частности, вот очень интересно, Игорь... Он тусовщик такой, серьезный. Игорь Борисович, Алексей Митрофанов известен тем, что он профинансировал и написал сценарий к порнофильму про некую украинку с косой на голове. Я не знаю, кто имелся в виду. И про президента с Кавказа по имени Миша. Я тоже понятия не имею, о ком идет речь. Причем жанр порно обозначался как политическая эротика. Кстати, в связи вот с этим вот жанром, точнее, поджанром, или я бы даже сказал, субкультура, наверное, есть даже такая в Америке организация под названием Tag Down Pyracy. Она занимается защитой интеллектуальных прав, внимание, порно-студии. Вот даже там, представляете, в Америке... Куда прогресс шагнул. А какие-то могут быть права. Ну и да, 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 Алексей Митрофанов, это у нас, мы должны сказать, что его должность, это глава Комитета Госдумы по информационной политике. Все-таки не просто так человек эту инициативу озвучил. Наталья, в связи с вышесказанным, в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем, в связи с тем, что Москва разделяется по... Точнее, Россия разделяется и на Москву, и на регионы, а регионы уже внутри разделяются по достатку, по уровню развития. По уровню покрытия, кстати, интернета, если брать Дальний Восток, по уровню даже покрытия сотовой связи, там недавно появились сотовые телефоны. Вот по вашему мнению, как вот здесь лучше, менее болезненно для населения проводить меры по защите авторских прав? Ну, знаете, вообще такие меры, они нужны все равно. Однозначно. Да, насколько готовы, не готовы, это другой вопрос. Можно задать другие преступления, насколько будут... Ну, не преступления, а правонарушения, да. И тоже удивляться, насколько мы что-то можем сделать или не можем сделать. Но я считаю, что такой закон, он все равно нужен, и права авторов, права исполнителей в интернете защищаться должны. Я нисколько не возражаю, что у закона есть недостатки, и не все моменты были предусмотрены на стадии разработки этого закона. Но, тем не менее, что мы сейчас можем делать? Мы можем исправлять эти недостатки, да, снова носить изменения. К сожалению, пока по такому пути мы идем. Но, тем не менее, защищать права в интернете нужно и ограничивать информацию. Ну, и при нарушениях, наверное, никаких уголовных преследований. И штрафы, наверное, тоже должны как-то по какой-то шкале исчисляться. Вот у нас есть на связи Павел. Мы даже готовы выслушать его предложение. Вот, у меня вот два вопроса, не знаю, что я их... Представьте, я меломан, у меня в коллекции, допустим, 9 тысяч композиций. Если я буду каждую покупать по диску за 100 рублей, я их в жизни не куплю и не послушаю никогда. А смотря что вы делаете с этими 9 тысячами композиций, если вы их проигрываете в баре как диджей, вы должны платить, да, Наталья? Нет, 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 нет. Для меня маленькая коллекция разных совершенно стран, ну, как бы, с концов мира. Я случайно, как бы, их нашел. Просто вот задаю кодовое слово, и поэтому слово у меня вываливается в 10 композиций разных авторов. Я слушаю, если мне что-то нравится, я добавляю, если не нравится, я не добавляю. Хорошо, в связи... Соответственно, с этим вопросом, если много музыки, которую я не знаю... Я готов заплатить за любимого автора, там, за фирменный диск Битлз, большие деньги хоть за 500 рублей. Но если я этого автора никогда не видел, никогда не слышал, у меня даже к нему низкий интерес. Вот в Ютубе постоянно реклама идет, но мне неинтересно много рекламы, которая там идет с новых исполнителей. Ну, здесь я понял вашу позицию, Павел. Понимаете, то есть тут должна быть реклама. То есть, как сказать, я готов платить за то, что я уже услышал, как раньше было в студии «Союз» на Ленинском. Приходишь, слушаешь... Да-да-да, вопрос не в этом же. Вопрос в том, спасибо, Павел, у нас на линии уже Сергей. А Павлу вдогонку хотим сказать, что есть исполнители, которые для раскрутки бесплатно все выкладывают. Или частично бесплатно. И пример тому, кстати, да-дам, «Зимфира», «Мумитроль» недавно выпустили все свои альбомы не для скачивания бесплатного, но для бесплатного ознакомления. «Яндекс.Музыка», пожалуйста, слушай, хоть заслушайся и соцматросы, и жить в твоей голове. Но, когда она приедет на концерт в ваш город, вы пойдете и заплатите рублем. Более того, вы даже купите этот альбом «Зимфира» новый, альбом «Умитроль» новый, потому что, несмотря на их нынешнее сейчас качество, я особенно про «Жить в твоей голове» говорю, очень странный альбом. А «Зимфира» в первые свои три альбома в начале нулевых, она настолько завоевала авторитет, что сейчас все, что она бы не выдавала, уже по инерции продается. Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Ребят, у вас так... Алло. Да-да-да, мы вас слушаем, и Наталья слушает, и Игорь Борисович, и Кирилл. У вас так интересно. Во-первых, я хочу сказать словами классика. Искусство должно принадлежать народу, это первое. И отсюда должно двигаться все остальное. Скажите, пожалуйста, любая музыка, скачанная в интернете, она на порядок всегда будет хуже по качеству, которая... Так никто же не спорит. Правда. Так тогда, извините меня, как человеку услышать, что, допустим, вот тот же альбом «Зимфиры» — это бесподобная вещь, его надо срочно пойти купить в каком-то таком формате, чтобы послушать хорошо. Откуда? Откуда человек может взять? Поэтому закон настолько сырой вот этот был, это настолько безграмотно. Но, с другой стороны, я, честно говоря, прекрасно понимаю, когда сидят у нас в Думе физкультурники, гимнасты и тому подобное, что они могут изобрести? Ну вот в Госдуме сидят, вот, и даже глава комитета Госдумы сидит по информационной политике, информационным технологиям. То, что касается господина Митрофанова, ну, он сам живая порнография, поэтому ему суждено было... Уважаемые радиослушатели, мнение редакции, мнение ведущего не всегда совпадает с мнением звонящего и дозвонившегося. Спасибо вам, Сергей, позицию мы вашу поняли, и Кирилл в этот момент просто подтверждает, что антинародный закон антиператский... Да, то есть из трех или четырех звонков, да, ни одного положительного отзыва мы не услышали, да, то есть... Более того, все подтвердили позицию Сергея Борисовича, Наталья, что готовы платить. Готовы платить, да, но факт в том, что опять не лезьте в сеть, да, и не надо, вот, ну, допустим, неизвестные авторы, да, нужно действительно сначала прослушать, да, понять, кто это, и потом, может быть, приобрести уже через дальнейшие источники, да. Но мы четко говорим о том, что вот есть исследования Левада-центра, которые говорят, что 40% поддерживают принятие от законопроекта, да, антиператского, а 34% не поддерживают, 31 на 34. Но они опять же поддерживают соговоры, конечно, что готовы платить в случае, если действительно деньги дойдут, если вот сайт и оплата через сайт выстроены таким образом, что... Согласен, да, я просто говорю к тому, что вот Левада-центр так показывает, да, а если проводить независимую, да, оценку, то процентов 80 против этого закона. Но, видите, в процессе нашей передачи менталитет начал формироваться. Люди уже готовы платить, это же какой прекрасный момент и какой прекрасный шаг. Личное общение, наши депутаты, наши депутаты. На самом деле, во-первых, хочется поправить, что искусство принадлежит народу, это не народный тезис, а это товарищ Ленин сказал, в то время, когда цензура была абсолютно жесткой и каралась смертью. Поэтому искусство принадлежит людям, которые его создают, а безусловно они создают его для народа. Первое. Второе. В данном случае, наверное, надо расслабиться и получить удовольствие. Скачивали, скачивают и будут скачивать. Но, как в том анекдоте известном. Поэтому, но, тем не менее, безусловно, мы прекрасно понимаем, я уже говорил, что техника рванула вперед, абсолютно обгоняя менталитет и состояние людей на сегодняшний день. И вот сейчас только начинает строиться базовая платформа для обслуживания вот этой ситуации, которая возникла. Поэтому надо немножко подождать, и наверняка все устаканится, и авторы будут довольны, и волки, как говорится, сыты, и овцы целы. И всем будет хорошо. Вот на этой позитивной ноте, наверное, да. Ну, да, есть еще время, а потом начнем прощаться и обниматься. Прислал пользователь на сайт finam.fm про пластинки и цифровые носители тезис. Аналоговые кассеты, я цитирую, аналоговые носители, кассеты и пластинки действительно звучат немного по-другому. Говорить о живом звуке не приходится, наоборот, появляются эффекты, вносимые воспроизводящей аппаратурой. Может быть, чему-либо уху они и более приятны, но, увы, не более живы от этого. Цифровой же формат за счет высокой частоты дискретизации, разбивки звука на интервалы для записи, воспроизведет оригинал более точно, однако воспроизводящая аппаратура должна быть действительно хорошей. Здесь тоже с этим никто не спорит. Не спорим. Напомню, что на связи с «Голосом России» и на связи студии Finam.fm владелец продюсерского центра и студии звукозаписи CI Records Игорь Борисович Сандлер, Наталья Карина, гендиректор юркомпании «Ваш правовой помощник» и Кирилл Федоров, председатель интернет-партии. Несмотря на то, что мы были по разные стороны баррикад, я был с Кириллом на стороне доступа в интернет и не ограничения интернет, а Игорь и Наталья были на стороне авторского права, мы все равно пожали руки, мы все равно обнимаемся, и мы все равно понимаем, что все, что хорошо для народа, хорошо как для производителей медиафайлов, медиапродукции, так и для правообладателей. Ну и, естественно, все, что хорошо для интернета, оно также хорошо для тех же производителей, потому что помогает ему распространяться и продаваться. Это была программа «Парадокс». До встречи завтра с двух до трех дня. В студии Александра Кошапова. Продолжение следует...